добрый вечер всем есть кто на канале сегодня привет братьям белорусам и китос у меня есть вопрос если у вас опыт изоляции маток кое-что хочу спросить изолировали вы или нет ну изолировал в этом году неудачно я передержал меня семья трудно веру месяц матку держал у меня такая ситуация в этом году тоже попробовал изоляцию одну семью сделал за изолировал в итоге у меня матка вышла из изолятора не знаю какими там судьбами может быть это минималовская решетка была великовато матка же плодная была вот и я ее потом там нашел нашел посадил в клетку титула но самое интересное что она вышла и не начала сеять так вот мне интересно после выхода из изолятора она сразу сеет или проходит какое-то время когда она начинает сеять и сколько этого времени проходит вот вы в этом вопросе курсе нет подка сразу сеять вышла на из изолятора потому что галимановка у вас большое отверстие хмаровский изоляторы вот я буквально вчера мерил там для одного человека 4 миллиметра у них расстояние если у вас 45 и больше она выйдет и дело не в том плодная на или не плодная там не брюшко проходит а грудка если грудка прошла любое брюшко пройдет флажок закрывает который из чего сделано какая форма изолятора у меня хмаровские изоляторы большие ну не знаю вот по своим не самодельные изоляторы вот я заметил они пчелы вот начинает вот где кошка где матку заключаем они начинают вот это вот щель промазывать воском и вот этот воск сам маленько поднимает вот эту вот дверку я вот это заметил но меня ни разу не было выхода матки конечно из изолятора но вот эту вещь я заметил вот приблизительно вот как хвост поднимают вот челы вот над верхней планкой также ситуации может произойти вот именно в этом месте но у вас хмары я не знаю из мар не должна матка выйти никак они меня не выходят они сейчас сидят в них но обычно 20 21 день я держал ничего не труднее или матки я тут что-то передержал не знаю по забывчивости или как и скорее всего вот я вот не замечал конечно через какое время начинает она червить ну через недельку смотришь все на все червит работает нормально ну я на акацию закрывал акации конечно не было на 10 дней выпустим сразу не червить начали никакого перерыва не было добрый вечер сергей вопрос к тебе значит сейчас идет на сбору с подсолнуха когда желательно закрыть открыть матку благодарю ну у меня нету видосбор там полетали немножко они меня до сих пор с 23 июня у меня закрыты матки наверное после как медосбор закончится можно выпускать откачиваться обрабатывать и наращивать но больше 20 дней не на нежелательно держать как определить что закончится медосбор если нет весу во-первых лед уменьшится это уже видно когда идет медосбор то лед хороший первые половины дня особенно 21 день я не знаю у меня с 23 июня они закрыты сколько это уже дней у меня началось закрытие когда я закрыл своих когда начался медосбор это может быть недели неделю полторы назад у меня еще расплод выходит и облеты есть у меня допустим уже нет расплода вообще и я стою дома у меня не не полей не я в городе стою ну потихоньку потихоньку наполняется рамки а до этого пусто вообще было когда матки сеяли вообще было пусто проходил из подкармливать то я тоже стою дома два половина этих километра может три до полей тоже было пусто до этого так что тоже потихоньку наполняется там посмотрим видно уже печатать начали сверху где улубленно так печатка где добавляют печатку то неравномерно не знаю почему так наверное медосбор не интенсивный такой идет весов же нету не видно вот это они печатают плюют и печатают когда хорошими на сбор там где-то в районе 23 больше ну тогда были перебои с погодой дожди были и возможно вот этот ниванс как раз это отразился в основных семьях тоже нету расплода осталась только летная пчела вся в основном в поле то есть открывая смотришь он полупустой ну там четыре рамки пчелы молодой остается наверно а то все в поле а лед какой на литках что видно интенсивный лед как сказать это же один корпус и кто его знает как это видно что допустим часом быстрее часом меньше в зависимости наверно кто вылетел с утра быстрее вот а потом вот этот скажем резонанс больше меньше попадает в семье где матка изолирована лед сильнее намного активнее пчела в этой семье матки не было в одной из них и и пчела вроде как медленнее работала маточники там были но матки основной не было потом я маточники несколько раз убирал и матку опустил к ним молодую чтобы к ним ну как увеличить интенсивность вот этого медосбора и видно что медосбор пошел более эффективно конечно при наличии матки не лучше летать будет при маточники будут ну не так зависимости тоже какая семья какой мне там характер породы ну с маткой это одно маточники а тем более безматочные вообще сидят да вот в два отводка сегодня подсадил две матки молодые плодные и увидел что уже понесли пыльцу то есть пошел интенсивный такой сбор до этого я не видел чтобы они там пыльцу собирали так слабый слабый лед был сейчас более интенсивный в этом году экстремал будет для всех наверное для отводков и для основных семей поэтому опыт у нас у всех будет такой серьезный который может быть кому-то когда-то пригодится у меня в этом году будет первый год когда буду интенсивно наращивать зиму то есть это раньше был так сама добрый вечер геннадий как всегда плохой интернет у вас добрый вечер я еще не включался тот думал что интернет пропал я ужинаю я слушаю вас минут через десять отвечу на вопросы ну тогда не спешите чтобы не подавиться не дай бог у меня ситуация разная на двух точках пчелы стоят на одном точке не в какие еще изоляторы не садил только развивают пчел там одни отводки почти ну и остатки от от семей немножко немножко им даю по чуть-чуть по 250 по 300 грамм кому больше кому меньше а сегодня был там где подсолнух пошел там и в изоляторы садить не надо все заре заревают притом заревают те рамки где расплодные где расплод выходит вот а мазины не идут не идут это как вроде бы как в дупле сейчас заполнят и все мы заполнили матку за работу сократили а нам же еще нужно будет мед взять а там уже думай по новой надо будет стимулировать публика что молчим я не пойму и на день такой вопрос часто пчелы чистят прилетку и часто после медосбора когда заканчивается это сбор вокруг литка на стенках снаружи и на самой полочке прилетной пчелы как очищает что-то как снимают какую-то там грязь или что кто-то их танцами называет а кто-то чистка называет а кто еще что за версия что за причина их нее танца таких первую половину прослушивал нормально а вторая как вроде в сказке а и ничего не понял ну что что пчелы на прилетке таскать ну надо не в них спросить что что они там чистят обычно на подсолнухе всегда он желтая все всегда потому что измазывает я не знаю честно вот ребята не не скажу вам что они там чистят они всегда на прилетке что-нибудь подчищает я так думаю что если они летят вот остается пыльца остается частицы меда какие-то может быть еще частицы которые сигналят что идет медосбор и может быть от воровок чтобы воровки сюда не прилетали не снимали эту информацию но это не самое важное пчеловодстве пусть чистят пусть что хотят то и делает лишь бы мед носили и в зиму так сказать заготовили себе и был расплод ну в этом году что-то это даже я не пойму я жарю чудно как вроде у них вот последние дни они забивают все вот но не все опять же магазины не пошли даже и намека нету там десяток пчел ползает может когда когда подобьют внизу ну навряд ли я думаю что они пойдут и что-то будет еще и подтягивать хотя медосбор будет значит придется в них отбирать и заставлять их работать до гнезда заливают все и карпатки и наши местные украинская степная все заливаются капитально как у кого сафора зацветали только сафора я такого не ну и еще называют японской акации сейчас как раз время она начинает зацветать таким большими кистями как две руки вместе взятые растопыренными пальцем такие большие кисти желто таким зеленоватым в основном желтым цветом цветет она тоже капризная не каждый год выделяет но если выделяется тоже интересно она в 6 часов утра подымает чему даже не ну сейчас уже 5 нет сейчас день на уголь пошел в 6 часов подымает чего до 11 чего работает ну при условия если выделяет а потом садится сидит целый день а где-то в 4 дня часа ну 16 00 опять пчела подымается и может не то что до захода солнца просто до темна мы такого следствием ставку со в полях на лесополосах больших стояли и надо было уже как-то уезжать ждали машины пришли машины мы не можем литки закрывать вон уж а гудит вся лесополоса до самого темно ну такая интересная она выделяет утром и вечером это дерево или кустарник большое дерево большое оно бывает 6 7 метров в высоту ну все может загнул ну 6 точно как большие акации такие вот я с истории удалил я там пересылал фотографии нужно по удалял у нас она начинает зажигаться я фотографировал поубирал уже с этого с габирей интерес не видел никогда надо будет выписать где-то посадить это рядом пусть размножается такая штука когда-то в 90 я на рынке торговал проходил один мужичок а мы в этом в том году стояли ну в том году когда я торговал стояли в этих лесополосах и взяли мед с этой сафоры он такой на цвет когда кристаллизуется чуть-чуть такой зеленцой отдает твердости нет в нем как у подсолнечника в камень кристаллизуется но такой мягкий зимой мы стояли на рынке мужичок подошел и говорит а что это вы продаете но тут такой так сафоры а вы неправильно горит ее называете я в каком смысле как это неправильно а потому что она называется саппора это японская акация ну своего рода так не называют а я говорю там служил на дальнем востоке и вот японцы так это называли саппора а у нас сафора называется ну да искажения есть в разных народах и все остальное у нас здесь вот есть гора город на горе балаклея и одну часть сторону горы называют капказ не кавказ а капказ я спрашиваю у стариков почему название такое непонятное это что тут непонятного это просто люди плохо с наречием своим как бы сказали и получилось не кавказ а капказ так и назвали она приблизительно тоже цветет как акация где-то 7-10 дней зависимости от погоды может дожди то чуть больше но она вредная не каждый год она выделяет но если выделяю то пчела работает на ней очень хорошо утром и вечером ну посмотрю где есть продают наверно выпишу себе таких а потом уже черенками поразмножаю рассажу тоже еще пусть пчелы радуются дополнительному медосбору дерево большое лист такой полукруглый полукруглые листы собранные той на одной на такой веточке которые держат листы ну типа как у акации но не колючек ничего на ней нету ничего там путают с глядичей не не это совсем другое попробуйте размножьте балаклей это харьковская область или балаклава крым и нади есть в украине три балаклей в полтавской где-то там на юге есть и под харьковом тоже есть вот это я тут живу там где не так недавно рвались снаряды вы слышали наверно ешь не слышал под харьковом до под харьков 80 километров понял понял посмотрел саженцы около 600 гривен дорого сенька сафора там ярослав муха говорил о каких-то у себя там саженцы садить но это где-то в мою по моему было ролик он выпускал я забыл как называется что-то там крутые какие-то знаком с ним разговаривал горделивый парень начинаешь с ним разговаривать но задирает выше крыши он пришел в пчеловодство с преподавательской деятельности и жена тоже так что с ним трудно если может тет-а-тет а так вот по телефону трудновато ну мужик мастеровой до мастеровые ордер ливы у меня отец тоже мастеровой что в руки попадет все сияет начнешь с ним общаться не подходи это то что я ему родня так он еще еще можно так вообще такие были сейчас немножко другой стал поменялся работу с ним провожу ну вообще-то я росла муха они нормальные ну как бы как бы сказать это люди которые которые влюблены свою свою профессию это да она не создали я смотрел последние там пойдет ли это дело вообще-то он как бы сделал линию неплохую итальянцы заинтересованы ну не приехали потому что карантин везде до видел итальянцы к нему заезжали там он показывал ну на видео он ведет себя нормально молодец а так вот иногда бывает у него заскоки ну главное что несет информацию это уже плюс ему дает то-то показывает старается ну как преподаватель молодец мне интересно как облетник этот работы потому что когда там мать и будет облетаться не знаю сплошные дожди там бы и кому кому они они нужны будут я смотрю наверное по этому году многие бросят пчеловодцам заниматься я с другого облетника брал там озеро синевир и там тоже это бывшие гайдаровские ребята у них облетались я не знаю как у мухи а там облетелись там вообще даже часто это сходили вот это ну сырости там полно почему у них и и меда нет вроде все растет выделение нет ну тут заблетник он создал я живу линию все же не педерил там это вот отсылали его признали таскать но я вот не знаю как он будет работать вот если такие погоды будут как в этом году то и не знаю даже что там что там можно облететься на тех тачках пускать на том облетники у него вот он создавал там у него погода была в этом году не погода будет видно посмотрим ему лично переживать особо нечего у него дома там облетывается вот это уже других он создал чтобы создать более обменяться скажем материала просто я смотрю в этом году непредсказуемо даже даже вот вроде и опыт есть и сам не знаешь что делать таскать здесь не изолирую потому что все все в отводках таскать какой-то хочется чтоб они немножко расширились вот но буду наверное это с первого числа изолировать но посмотрю каждую индивидуально буду смотреть а рядом 10 километров я живу я не знаю заливают все матки не сеет вообще не не дают им сеять пыльцуз кукурузу носят кукуруза там рядом мед естественно с подсолнуха я думал что вообще там и подсолнух не работает работает оказывается заливают еще не печатает только недельку как пошел подсолнух иначе выделяет а какой он будет зиму его пускать или не пускать или откачивать и и давать замените сахар а ситуация по украине если он даже одесская николаевская область там дожди были а у нас туда коляк все уже посохла так что на домашнем точке мне только кормить но опять же тогда надо изолировать наши дожди ровно на три дня нашего ветра и все и даже как не бывало три дня ветер и все еще что было до дождя так и и получается все высыхает у нас серёга посохла уже и колючка и будяк все посохло все посохло так что пчелы летают не знаю пыльцу по огородам собирают тут кабачки там огурцы помидоры не знаю что еще вот а меда толком не принесут уже сейчас уже не принесут точно а вот где подсолнух есть там наоборот надо вот думать как быть с ними потому что подсолнух может быть такой как асфальт тоже не могут не перезимовать на нем это да а сафора вас не таких деревьев нет у вас лесополос и у нас нет нет на нашей местности с опорами и завозили сейчас как раз ее время начинается значит возьмете если если она будет давать что это надо в лесополосах стоять а я дома стою тут единичные деревья так по по району есть то там то там у нас только кукуруза это домашние в основном а то подсолнух низкорослый я думал вообще не будет выделять утром глянул пыльцу несут такую бежевую активные пчелы аж бегом таскать думаю ну что то не то зашел на кукурузу гудит гудит пыльцу собирают а на подсолнухе нету пчелы а когда начал смотреть смотрю заливает конкретно заливает но еще не печатает и заливает именно расплод выходит они все заливают маток изолировать не нужно они вообще некуда им сеять сегодня с аграрием одним разоваривал значит заявил такую новость чип со стула не упал в речь что значит выгнал всех кто хотел там встать на подсолнух вот те хотели чтоб ребята чтобы он заплатил мы приедем вот он сказал это вы мне будете платить они я вам прошли те времена я вам пять лет платил теперь вы мне платите так что теперь чтобы стать на подсолнух придется и нам платить а не нужно у него становиться становитесь где-то где-то с хозяевами договаривайтесь если небольшие пасеки там до 30 до 40 есть лесополосы которые которые он ну не управляет ими туда становиться оплатить естественно запасу на ход не будет вам сейчас сама опыляющиеся давали бы мед это было хорошо а как долго он выделяет этот сама опыляющийся мед а хрень его знает вот будем в этом в этом году смотреть полмесяца это точно будет выделять вот уже неделю как зацвел 80 процентов уже цвету вот так обычно подсолнух по литературе тот был который был еще при советской власти 30-35 дней писали он так не не цвел меньше но цвел вот а этот надо смотреть потому что сорта неизвестно какие что и чего ну дает слава богу что дает что-то пчела ему нужно потому что если так было то зачем природа создавала пчелу которая опыляет а когда же владимир егорович будет компанию собирать об этом неизвестно наверное делом ну понятно спасибо николаевская николаевская область сергей в общем там интересовались по гибридом как они выделяют у меня взяток начался 28 июня 1 подсолнух понесли замурзанные и вот сейчас еще принципе сегодня не смотрел на веса вчера было 3 800 и вопрос по сафоре был да и сафора зацвела неплохо вроде и обножку несут сафоры бежевую но это по областям раньше 7 10 июля подсунуть не цветет и вот так подсевают в этом году он зацвел чуть позже после где-то числа наверно с 15 зацвел это недельку начал свести еще есть позже вот не знаю почему в этом году так а вас может быть раньше у нас так все время примерно 7 10 у нас тут уже есть даже по скосили рапс и уже посеяли сразу же после скоса по сону уже даже по всходил у нас в моей местности нету в соседнем районе там сеют так что хорошего там в этом рапсе нету люди недовольны хочу если нормальными препаратами обрабатывали то вообще тема неплохая сам рапс он очень хорош хорошо влияет на развитие пчел у него пыльца классно нектар тоже принципе нормально на развитии это хорошо не очень лечим кого акации нету то ничего но опять же его к нему приспособиться вовремя его откачать а то вот я с ребятам разговаривал и могут выкачать его остается в рамках ну а потом и другой мед и так такую же таскать специализоваться по образу рапса да это есть такое да ну у нас рапса не очень у нас там пару посадок таких что ее об окружат что там и ничего и брать а как таковая акации в этом году вообще не цвела он сейчас сафора цветет и акация у нас также сама по выкидала цвет короче акации в этом году не было аналогично в донецкой области ничего не было акации даже десяток где-нибудь цветов на какой-нибудь молодой акация а старые ничего я думал в июле она зацветет бы было такое какой-то не помню какие-то надо тоже где-то не всяко отца зацвела потом в июле цвела а в этом году смотрю смотрю нигде не вижу будем надеяться на 21 может что-то нам даст какую-то возмещение а мне такое предположение что кто-то надеялся на медосборы таскать ну вот где качают и я заведу пчел и развел там где-то где-то и многие такие побросают пчеловодство этот опыт ну просто непредсказуемый тут я живу не знаешь даже даже что предпринять лучше или изоляторы или не изоляторы так надо варьировать и не знаешь что будет наперед а если просто так заниматься пчеловодством то ну посол может даст а так людей ничего не было до кто рассматривал изначально это как бизнес то по любому по отваливает это сто процентов я смотрел папа по рынку люди бутырями с несут старый мед покупает вот во первых он еще по старой цене вот а тут надежда будет или не будет люди пронюхали что нету ничего таскать скупает старый старый мед вот кто никто не продал таскать мог продать а как в этом году будет на рынке заказа готовить или будет покупать я не знаю ну подсорку будет однозначно будет где он есть а так очень тупо ты вот да что да то да вот конечно вообще все главное что еще и пчелы с голоду даже спали среди сезона это вообще капец и обсырались от паники я видел этих блогеры показывали у нас там ну примерно такой вот я помню это по моему 2002 год был такой же пчелы падали засуха была вот только на подсолнушек поливе у нас дожди и что-то мы взяли ну взяли мизер просто мизер по сравнению с тем что обычно вода брать даже даже кой кого-то сказать осыпали пчелы и спасали супчиком подкормкой вот это было вот а я еще старых спрашивал один раз было такое что все лето кормили пчел так что циклы идти происходит может на тот год будет получше не надя какой у вас принос сейчас весов нет на пасеке она и большая пасека я и так я вся без это ну я не знаю килограмма три-четыре наверно есть вы дома стоите на мнение катаетесь я вообще стою дома в городе таскать у меня ничего нету а это еще как бы я помогаю ученику которую зал на это дело может я сейчас его посмотри потому него в сирии все есть десять километров в сирии есть подсолнуха моря вот я же за неделю то рамки так по чуть-чуть там было чуть-чуть вот там и фацерия в них и арчичка там подсевали они для себя там свои оруды большие и пасек много вот но она ничего не давала потому что засуха вот этот дожди прошли пару дождей и подсолнух начал давать потом я жарю заливает но магазина не строит не отстраивает него щену не хотят вот везде до отстраиваете сразу заливает меня тоже на магазины не особо хотели идти пока не вообще рутовская так прошлом году решил попробовать в такой магазин и вообще шоу наделал 2020 мы как бы так попробовал ну в этом не хотят на светлую рамку не хотят идти и я им на гнездо так ротацию делал трохи то через решетку то нормально на гнездом в разрез то что надо но это зиру рутовская рамка там хотя бы три корпуса уже было таскать у вас стоял там можно по поставить разрез в разрез пойду а так чтоб начали строить ну посмотрим вот здесь и забьют гнездо пойдут ли они дальше могут они просто остановиться хотя и будет выделение нектара все будет они считают что они заготовили все сами изолирует матку потому что матки не одисеть весь распад который выходит все заливают а верху вверх не хотят идти а там посмотрим да чем шоу и заливаются все и говорят карпатка заливная и наши местные но это я типа я как бы помнись это украинская степная с карпаткой там всякие то все заливаются все то что я знаю где именно карпатка это тоже заливается и наша местная тоже заливается рыженькие всякие так что тут вроде что-то чувствуется какая-то или то они изголодались за работой не знаю даже но это принцип дупла то есть развитие было 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 пришло время медосбора пошел мед они заливают и ограничивает марку все все эти дни некуда вот это что осталось это зимой еще и общего уже будет о есть же и позднее матки выводились у меня он еще есть и которые не облетаны которые только по выходе или и мне гнезда еще не небольшие зиму эти эти отводки не пойдут значит надо надо что-то делать что-то убирать потом покармливать хотя бы чтоб рамочек почти раз расхода было вот сейчас вот вот я такое делаю нагоняю потихонечку даем понемножку где мне подсолнуха нет по-другому не получится а у вас по понедельникам всегда беседы потому что так зайдут там посмотрю когда же будет собрание а и нету всегда так балака это иногда вот сегодня кто желает вообще балакает вроде и бы не знаешь в этом человек ну те кто балакает все где-то и включается в четверг вообще ничего не включили с георгием пару раз перед перебросились тишина я хотел так выходе снимки сделал хотел сбросить никого нет никто не отвечает так и прошло а сегодня не пропали